На белорусской земле всего несколько дней, но здесь спокойны и счастливы, ведь дети в безопасности. Ребята из Сирии приезжают в нашу страну с 2017-го. За это время путевки в Синеокую получили более чем тысячи девчонок и мальчишек. В этой международной смене победители школьных олимпиад и лауреаты творческих и музыкальных конкурсов. В своей стране я победила в конкурсе в номинации «Журналист», поэтому я получила возможность поехать в путешествие. Когда я узнала, что отправлюсь в Беларусь, я очень обрадовалась, что побываю в вашей прекрасной стране, впервые полечу на самолете и найду новых друзей. И друзей она действительно приобрела. Мирна и Маша нашли общий язык сразу. Несмотря на лингвистические отличия, девочки прекрасно ладят и понимают друг друга, ведь говорят на языке дружбы. Впереди две недели отдыха на берегу озера Нарыч. У нас вчера была дискотека самая лучшая, мы по ровосиком там строились. Когда мы будем уезжать домой, я буду уезжать, я возьму контакты, чтобы связаться с ней, сфотографирую на память, чтобы помнить ее самую лучшую подругу. Пребывание гостей организуют в три смены, каждая из них белорусско-сирийская. Акцент в этом отдыхе в первую очередь на здоровье. Гидромассаж, ванны, кислородные коктейли и сеансы в соляной пещере. Все процедуры ребята принимают ответственно и с удовольствием. Их задача – укрепить иммунитет после напряженного учебного года. Мне очень нравится в Беларуси. Нас здесь встречают как дома. Все добрые и приветливые. Белорусские дети предлагают нам подружиться. Здесь о нас заботятся. Ребята уже успели познакомиться ближе с нашей культурой и историей. Побывали в Мирском и Несвежском замках. Посетили национальную библиотеку и проехали с обзорной экскурсией по Минску. Впереди две недели отдыха в белорусском зубрёнке, где для них уже приготовили разнообразное развлечение. Впереди у ребят много насыщенных дней. Это и дискотеки, это и мероприятия, где они смогут продолжать знакомиться с белорусскими детьми. Это и конкурсы, и спортивные мероприятия творческие. Обязательно мы проводим вечер дружбы, где ребята могут поиграть на своих национальных инструментах, спеть песни, рассказать стихотворения. Принимать детей из регионов, столкнувшихся с военными, природными и техногенными катастрофами – это определённая традиция. Программу отдыха, оздоровления и обучения школьников из Сирии в 2017 году предложил разработать президент Беларуси. С тех пор более тысячи ребят смогли по достоинству оценить гостеприимство и мир на белорусской земле. И каждый раз они хотят побыть здесь подольше и обязательно ещё раз вернуться. В Беларуси очень хорошие и дружелюбные люди нас очень хорошо приняли. Все хотят с нами дружить. Я себя здесь чувствую как дома. Нас очень тепло приняли в Беларуси. Мы очень благодарны вашему президенту за то, что у наших детей есть возможность приехать в мирную страну, спокойно отдохнуть и забыть о лишениях, которые они видели в Сирии. Ваши люди всегда нам улыбаются, относятся с большим вниманием и заботой. Сегодня, глядя на этих счастливых и беззаботных детей, невозможно представить, что они видели. Так же, как и белорусские сверстники, они с радостью и надеждой смотрят в будущее, строят планы и мечтают о мирном небе в родной стране. А пока наслаждаются белорусской природой и общением. Впереди две насыщенные недели отдыха.